МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самые свежие новости из жизни главной футбольной команды Республики в эфире в КАОФА ТВ. Всем привет, и мы начинаем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной матч наша команда провела в рамках 1-16 финала Кубка России. В Южно-Сахалинске горожане встречались с представителем 2-го дивизиона Зоны Восток Кубом Сахалин. Уфа, как представитель премьер-лиги, начал борьбу за Кубок России на стадии 1-16 финала. Уфинцы вылетели ночью, и буквально с трапа самолета отправились на стадионную игру. За несколько дней до встречи Сахалин и Уфы на стадионе поменяли газон. Новое покрытие вызвало серьезные нарекания у нашей команды. Но, как показала игра, даже это не помешало горожанам показать хороший футбол и одержать уверенную победу. Уфинцы, используя свой более высокий класс, в первых минут завладели инициативой, и они отпускали ее до конца матча. На 19-й минуте игры у фазы работал штрафной. С левого фланга стандартное положение исполнил Николай Сафраниди, а Александр Кацалапов головой отправил в сетку ворот Сахалина. 1-0. Открыв счет, горожане не стали играть на удержание и продолжили идти в атаку большими силами. И в середине первого тайма это принесло плоды. Вячеслав Кротов воспользовался ошибкой в обороне хозяев и точным ударом удвоил счет. 2-0. И дальше горожане имели хорошие моменты для взятия ворот на забить. В первой половине больше не смогли. Следующие 45 минут уфинцы начали играть по счету, уповая больше на быстрые контратаки. И в середине второго тайма Кротов оформил дубль. Наш нападающий, используя свою скорость, умел бежать от защитника, переиграть вратаря. 3-0. А в добавленное время горожане и вовсе сделали счет разгромным. Семен Фомин принял мяч штрафной соперника и без сопротивления точно пробил в дальний угол ворот, восстановив окончательный счет в матче. 4-0 в пользу Уфы. Приятно играть, когда, конечно, столько болельщиков пришли поддержать свою команду. Но мы ехали, знали, что Сахалин дома играет очень прилично. Команда быстрая, команда техничная. И с Салфером я уже знаком по ФНЛ. Тренер очень талантливый, который поставил хорошую игру, я считаю. Мы вышли сегодня с таким огромным настроем, с огромным желанием победить. Все-таки после тех матчей, что мы проиграли в премьер-лиге, конечно, хотелось обыграть и продвинуться дальше в кубке. Я думаю, что моментов сегодня создали предостаточно. Хороших побед могли, наверное, чуть побольше забить, но реализация немножко хромает. В любом случае, ребятам хочется сказать спасибо за ту самотверженную игру, игру без боязни, когда мы атаковали и прессинговали на чужой половине поля, хотели добиться положительного результата уже в первом тайме. Я думаю, что первый гол, наверное, много для нас значит, что игра была первые 10 минут, наверное, с преимуществом хозяев. Мы старались контролировать, старались закрыть те зоны, куда врывались соперники. Ну, поначалу было сложно, честно скажу. Если бы меня спросили первые 15-20 минут, забьем ли мы 4 мяча, я бы усомнился. Но по ходу матча ребята прибавляли, ребята активизировались, стали играть намного мобильнее. Ну, плюс еще команда начала раскрываться, появились свободные зоны, куда наши нападающие здорово врывались. Ну, думаю, что результат для нас очень хороший. Победить на выезде, пролетев там 8 часов дороги, это, конечно, хороший результат. Поэтому, ребята, хочется еще раз поблагодарить. Ну, а мы будем готовиться к предстоящему через 2 дня на матчу Санжи. Конечно, чемпионат на первом месте для нас сейчас. Не в самой лучшей зоне находимся, и потихонечку надо как-то выкарабкиваться. Будем настраиваться, будем готовиться. Зарячим сейчас наши болячки, там у некоторых футболистов есть определенные проблемы, и полетим уже послезавтра. Тяжелый перелет был, чуть-чуть непривычным. Долго добирались. Доволен результатом, доволен двумя голами. Рад, что принес победу. Считаю, что сегодня все на 100% выложились. Тяжело было играть, как Поле вообще? Поле, как так с ребятами поговорили, с другой командой, сказали, что недоделанный еще, то есть крошка, там мало лежала. Его еще надо, еще слой положить в крошки и укатать. Тогда было неплохо. А так оно неровное и очень высокая трава была. Тяжелая игра, несмотря на счет, потому что на Дальнем Востоке всегда тяжело играть. Непривычно нам тоже. Но вот эти все отговорки сегодня вообще не должны были иметь места, потому что после стольких поражений мы должны были как-то реабилитироваться перед своими собой, перед болельщиками. Нам нужна была эта победа во что бы то ни стал. И поэтому настраивались на очень такую агрессивную игру. Да, многое получалось, но были ошибки. Без них никуда. Но самое главное, мы добились результата. Главное, чтобы забили вичи. Главное, чтобы комбинировали и не проигрывали борьбу. Хоть и играли, конечно, с командой второй лиги. Но это ни о чем не говорит, потому что на стадии такой Кубки России происходит всегда все, что угодно. Поэтому довольны. Сейчас немного настроение поднялось, и с хорошим настроением поедем в Мужачкалу. Игра, конечно, очень важная для нас была. Очень хотели победить. Я не знаю, я думаю, всем был наш настрой, заряд на игру. И хорошо, что мы в первом тайме два гола забили. Потому что если бы не получилось забить в первом тайме, было бы тяжелее нам вскрыть оборону. Когда два гола забили, мы уже пытались играть по счету и использовать свои моменты, чтобы, в принципе, и получилось. Так все, думаю, сложилось удачно. Важно было почувствовать уверенность психологическую. Важно было одержать победу, потому что в чемпионате несколько поражений подряд очень давит. Чувствуется неуверенность какая-то появляется. Поэтому очень важна была эта победа. И хорошо, что мы выиграли. Я считаю, что заходила неплохая команда. Ребята бились, старались. Это было видно, что в моменты мы тоже неплохо играли. Но мы должны были обыгрывать. Победа нам нужна. Это будет немножко кислорода. Для понятия настроения и духа команды. Я надеюсь, что это пойдет на пользу. И будем готовить все конжей с положительными эмоциями. Все ли у тебя получилось на поле? Много брака было. Но так, в принципе, честно, еще немножко нужно. Прибавлять во многих компонентах. Это видно не только со стороны, но и санкетами. Мы еще будем работать. Я думаю, все будет в порядке. Следующая встреча наша команда проведет в рамках 10-го тура чемпионата России. Уфа на выезде сыграет Санжи. Для команд это будет первая встреча в рамках премьер-лиги. Лучший чемпионат в РФПЛ махачкалинцы провели в сезоне 2012-2013 года. Тогда под руководством Гуса Хейдинга команда завоевала бронзовые медали премьер-лиги и стала финалистом Кубка России. Однако прошли те времена, когда в Анжи играли звезды мирового футбола, такие как Смой Летоо и Роберто Карлос. Прошлый сезон махачкалинцы провели в футболь национальной лиге. Заняв там в итоге второе место, клуб вернулся в премьер-лигу. В межсезоне Анжи возглавил известный российский специалист Юрий Сюмин. Но начало чемпионата не удалось махачкалинцам. Они сейчас находятся на 15-м месте. Опережаем нашу команду только по дополнительным показателям. А теперь давайте подробнее взглянем на игры 10-го тура и турнирную таблицу чемпионата. Откроется тур в субботу матчем ЦСКА и Локомотив, который занимает первую-вторую строчку в таблице. В случае победы на Данжи наша команда может подняться сразу на несколько позиций вверх. Также в субботу сыграет Спартак и Зенит. Интересно, как встретят Артема Дзюбу в Москве и сможет ли он забить на открытии арене своей бывшей команде. Центральный матч тура пройдет в воскресенье. Крылья Советов принимают Динамо. Урал в последних играх набрал неплохой ход, но соперник у него в этот раз неуступчивый Рубин. Завершится 10-й тур в воскресенье. Амкар принимает Мордовию. Игроки и тренерский штаб основной команды Ростова обещают бойкотировать игру с Кубаню, если не будет выплачена зарплата. Урал благодаря нескольким удачным играм со дна турнирной таблицы поднялся сразу в середину. Краснодар недавно находился вверху таблицы, но последние неудачи отбросили команду на 9-е место. Рубин благодаря победе поднялся из зоны вылета. Готовится к своему матчу и Уфа молодежная. Подопечные Сергея Томарова и Рустема Шуймухаметова в кубковых баталиях горожан заняты не были и планомерно готовились к матчу с Анжи. Сейчас команда располагается на 12-м месте благодаря гостевой победе над Териком. Героем того матча стал нападающий Илья Блинников. Благодаря его двум голам на 84-й и 87-й минутах горожане сумели переиграть чеченскую команду. Игра сперва не пошла на первых минутах. Вроде мяч контролировали, но не могли дело довести до удара забитого гола. И решилось весить матч в конце игры. Как раз таки эти два гола забил ты. Расскажи, как у тебя это получилось? Все время ждал своего момента и выждал и пробил точно. И когда ты забил второй мяч, какие эмоции испытывал? Там вообще, я не знаю, как это описать. Там без мысли бежал уже. А перед тем, как выйти на замену, какую установку тебе давал тренер команды? Как чаще открываться под мяч и все, больше бить по воротам. В школе нашего футбольного клуба стартовал набор детей. Без футбольных экзаменов школу берут детей 2009-2010 года рождения. А юные футболисты более старшего возраста сдавали тесты на скорость и координацию. Как развивается наша школа и на что делается упор, нам рассказал старший тренер Юрий Суренский. Самая главная задача школы, она не должна ставить результат во имя результата. На табло мы будем смотреть в 14-15 лет. А если спускать ниже по возрастам, 6-7-8 лет, где идет сопротивление только мяча. Базовые качества, прием, передача, обводка, вот эти базовые качества. В 9-11 лет они должны уже подчинить мяч себе и базовые качества шлифоваться в этом плане. 12-13-14 лет они знакомятся со своей позицией на поле и начиная с 14-15 лет они уже командные действия совершенствуют, шлифуют по этой программе. То есть мы до 14 лет на табло не смотрим, хотя восприятие такое, что ФК УФА, они должны всех обыгрывать. Они должны получить образование по этим качествам, которым я перечислил. Базовые качества должны быть в надлежащем уровне. Кринтерии отборов в футбольной школе УФА. Здесь координационные способности. Техническое оснащение у младших, естественно, в группах мы не берем за основу. А 2005-2006 год у них уже должны быть определенные навыки в техническом плане и координационные способности. То есть игрок должен прием, передача мяча, обводка, обманные движения. Он им владеть должен уже в этом возрасте. И, возможно, те, которые ходили, может быть, в другие секции, ловкость, обладают определенными скоростными возможностями. То есть быстрота 10-20 метров. Вот этот средний возраст мы должны пополнить группу, потому что мы открылись недавно. И, естественно, мы не хотим форсировать за счет какой-то беготни. Ребята вот этого среднего возраста уже смотрим, как они работают с мячом и координационные возможности. Это два основных критерия, по которым мы хотим средний возраст заполнить. Когда нам ждать в футбольном клубе УФА своих воспитателей? У нас неплохой 2000-й год сформировался. Почему? Потому что ребята пришли из двух муниципальных школ, я их не называю. И, в общем, три из трех групп, они с удовольствием пришли к нам в школу. И они уже, у них определенные базовые качества были. Они дают неплохой результат. В прошлом году у них сыграли в финале Кубка России. И есть неплохие практически ребята в каждой группе. Я могу просто открыть секрет, естественно, их фамилию называть не буду. Но я думаю, что через два-через три года мы двух человек представим. Пройдя этап молодежной команды, они будут конкурентно-спасом для главной команды. На этом все. Это было телевидение футбольного клуба УФА. Не забывайте, наша республика, наша команда. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok